Енина, скажите, пожалуйста, как сегодня комментируете ситуацию? Какова вообще ситуация? Начнем с Киева в целом и в Украине в целом. Она попадает в ситуацию анархии. Совершенно непонятно, кто ее руководит и кто является правоохранительными структурами. Президент не изложен и он исчез. По одной версии он сейчас находится в Крыму, откуда его должны вывезти. Это военным кораблем Черноморского флота России. Черноморский флот, как нам сообщили, начал передислокацию. И движется большое количество оружия и десантников, а также морпехов в сторону Севастополя, которые якобы на обратном пути должны забрать с собой президента Украины бывшего и привезти его в Россию. Ситуация по стране категорически непонятная. Потому что сейчас фактически один человек, Александр Турчинов, раньше бывший заместителем руководителя партии Батьевщина, исполняет обязанности президента Питера и главы правительства. И соединяет в себе все три функции. Это мы видим, что это соединение неблагополучно сказывается на экономике. Доллар резко растет, в банках паником. Кто пока не готов давать Украине кредиты на выплату зарплаты, поддержание гривны. Международный валютный фонд как бы высказал свое предложение, но ценой его это повышение жилищно-коммунальных тарифов достаточно резкое, которые народ не воспринял. Те 2 миллиарда, которые должна была сейчас дать Россия, она пока отказывается давать. Вышедшая из тюрьмы Юлией Тимошенко была негативно востринята протестующими на Майдане. Они сказали, что они проливали кровь не за это, не для того, чтобы президентом стала Юлия Владимировна. Ультраправые из правого сектора и самообороны Майдана хотят свою долю во власти, хотят войти в правящие структуры. Сейчас их представителями перекрыт Киев и основные трассы Украины, въезды во все города и села. Они контролируют всех въезжающих и выезжающих, могут поддержать любого, обыскать любую машину или любого человека. И переговоры с ними бесполезны, потому что никто не может понять, кто сейчас ими управляет. Этот управляющий явно не оппозиция. Они заблокировали сейчас эти митингующие, протестующие монастыри Московского патриархата. Они как бы не говорят о том, что они пытаются изгнать этот патриархат из Украины. Они говорят о том, что якобы из монастырей готовился вывоз ценностей и большое их воровство. Духовенство это не подтверждает, но они могут попасть, они святые, в том числе и верующие не могут попасть. Более того, люди, оказавшиеся на территории монастырей, не могут их покинуть и разъехаться по домам, то есть какая-то очень странная ситуация происходит и в этом направлении. Все это можно назвать одним словом безвластие, и оно не закончится выборами 25 мая, которые назначила оппозиция. Не закончится хотя бы потому, что очень трудно в каких условиях будет признать компанию честной, а выборы прозрачные. Янина, у меня здесь такой вопрос, не знаю, насколько он может опоздал, но мне кажется, что он может пролить несколько свет на ситуацию. Вопрос заключается в том, изначально, мне кажется, было непонятно то, кто вообще стоит за теми радикалами, группировками которого, как правый сектор, который сейчас держит Майдан. Остается ли опять вопрос к тому, кто стоит за ними? Знаете, этот вопрос по-прежнему остался неотвеченным. Все политические силы указывают друг на друга. Никто не хочет признавать финансирование правого сектора. Сам правый сектор говорит, что его финансирует народ, что он выступает за украинские ценности, за крепость семьи. Он не поддерживает резких движений ни в Евросоюз, ни в Таможенный Союз. То есть вот такая вот сила, которая якобы должна устроить всех украинцев, и все украинцы ее поддержат, независимо от национальности, языка и веры. Но уже вчера мы видели ситуацию, когда в Верховном Совете был отменен закон, позволяющий национальным меньшинствам использовать в регионах своего проживания свои языки. То есть татары теперь не смогут официально пользоваться татарским в Крыму, русские не смогут пользоваться русским на востоке Украины, румыны и венгры не смогут пользоваться своими языками в Закарпатии и Прикарпатии, а на границе с Молдавией люди не смогут пользоваться молдавским языком. Все это достаточно оскорбительно для тех, кто не является титульной украинской нацией. И все это говорит о том, что следующим шагом людей, рвущихся к украинской власти, будет люстрация по национальному признаку. Собственно, она является одним из программных пунктов управорадикальной партии «Свобода», являющейся одним из адептов ныне приходящего к власти режима. А скажите, пожалуйста, вот вы на Украине, в Киеве, ощущаете, что в нынешний кризис он также и, ну, скажем так, грубо очень выражение, вы мне извините за это, но я не знаю, как это даже, перетягиваем канатом между Западом и Россией? Ну, может быть, эта ситуация и так. На самом деле рубль оказался наименее пострадавшей сейчас валютой. Падает резко гривна и резко растет курс доллара и евро. Очереди в обменные пункты очень большие, банкоматы практически не работают. Но пока, и будем надеяться, что это пока продлится долго, не растут цены на продукты питания и проезд.